Сегодня в выпуске. Как адаптировать кота к новому дому? Почему котенка лучше взять подросткам? Что сделало приютского кота Реджи агрессивным к человеку? Некоторые коты рождаются в подвалах или просто на улице и попадают в приют грязными, больными и, как правило, неизменно злобными. Но так бывает не всегда. И котенок, который был добрым и ласковым, может резко стать агрессивным, как наш сегодняшний герой приюта. Здравствуйте! Давайте познакомимся, как его зовут и почему вот он такой странный. Ну, котика зовут Реджи. Он поступил в приют еще совсем маленьким котенком. В детстве он был довольно-таки ласковым и контактным, но вот из-за того, что очень сильно болел долго и продолжительный период был на лечении, он стал опасаться людей из-за недостатка социализации. Ну, то есть он видел только дежурных, поскольку очень долго провел в изоляторе. Он не знал других людей и вырос немного таким недоверчивым и даже немного агрессивным. С самого рождения Реджи скитался по подвалам и подъездам. Уже два года он живет в Ласке. Кот долго терпел болезненные процедуры и уколы. Ему лечили почки. Из-за этого и обозлился. Кстати, стать агрессивным может и домашний Мурлыка. Если не дать котенку привыкнуть к новому дому, он начнет воспринимать хозяев как врагов. Есть такие коты, конечно, которые готовы общаться, там мяукать с вами, но большая часть к человеку очень настороженно относится, изначально настороженно. Поэтому, если вы взяли котенка, то не нужно сразу показывать, а вот тут у меня кухня, здесь у тебя еда, а вот это еще одна комната, это большой коридор, а это вот еще и еще, а вон там далеко где-то там стоит лоток. Вот ограничить с одной комнатой, то есть одна комната, в которой и лоток, и еда находятся. Главное правило, говорят зоопсихологи, не мучить нового друга вниманием, нежностью и заботой первые несколько месяцев. Котенок должен изучить пространство, признать его своим и понять, что здесь безопасно. На это нужно время. Зоопсихологи не рекомендуют заводить котят возрастом от месяца. Это чревато нарушениями поведения, трусливостью и необщительностью питомца. Мурлык лучше всего брать подростками, в возрасте примерно 4 месяцев. Если вы берете котенка совсем крохой или подбираете такого на улице, придется запастись терпением. Вам нужно будет научить его лакать, есть твердую пищу, ходить в лоток, играть без агрессии. Помимо этого, котенка нужно приучать к общению как с людьми, так и со сверстниками. Что касается взрослого животного, которого вы берете из приюта, он может привыкать к новому дому от 6 месяцев и дольше. Поэтому терпение и спокойное поведение хозяина в этом случае – главный помощник. Если вы взяли животное, которое уже взрослое и никак не можете с ним наладить какие-то добрые взаимоотношения, в плане того, что оно на вас нападает или какую-то агрессию проявляет, а именно вы хотите погладить, а животное думает, что сейчас вы схватите и какой-то негативный опыт общения с человеком уже был и вас боится. Здесь, конечно, тоже не стоит настаивать. Все кошки, независимо от возраста, они любят играть. Поэтому играйте с кошкой дистанционно. Вам в этом поможет, допустим, лазерная указка, а либо же вот такие игрушки есть, которые так называемые удочки. Удочки, на них на веревочке какое-то, что-то такое интересное для кошки привязано. Или кидайте маленькие мячики, которые кошка съесть не может, но с которыми она будет играть. Помимо игры и ненавязчивого поведения, хозяин должен знать, что не стоит долго смотреть в глаза новому питомцу. Коты расценивают такой взгляд, как агрессию доминантной особи, пугаются и очень долго не идут с человеком на контакт. Особенно требуют тепла и мягкого отношения такие коты, как Реджи. Он умеет общаться только с себе подобными, но человек ему все равно необходим, потому что любовь и забота лечат лучше любого лекарства. Общаться с ним очень осторожно, потому что Реджи у нас убегает и совсем не дается сразу в руки. А так его можно забирать хоть в дом, хоть в квартиру. В квартире прекрасно уживаются такие дикие коты. Им даже гораздо проще и легче социализироваться, то есть в более таком замкнутом пространстве. Лучше всего коту будет в семье без маленьких детей. Первое время внимание к нему будет лишним. Реджи имеет хроническое заболевание почек, периодически оно обостряется. Новым хозяевам нужно знать, что молодому котику нужна профилактика. Это несложно и не затратно. В ответ на терпение хозяева могут получить красивого, упитанного и верного друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В следующем выпуске нужно ли окружать большим вниманием собаку во время адаптации к новому дому? В каком возрасте забирать щенка от мамы? И как живут собаки после приюта? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова